В этом выпуске мы нахимичим самую вкусную жидкость, но сейчас на экране не она, а раствор бромкризолового-пурпурного, он нам тоже понадобится. А вот это кипит уже та самая невероятно вкусная жидкость, и нет, это не кока-кола, хотя и несколько похоже. Да и вообще я байкал от черноголовки больше люблю, но это тоже не он. Привет, поехали. Репич. Начнем мы с вами сразу с эксперимента, а походу уже будем разбираться, кто там с кем реагирует. И первое, что мы с вами используем, вот такие маленькие белые таблеточки. Нет, тут ничего запрещенного, это глицин. Его спокойно можно купить в любой аптеке. Зальем эти таблетки небольшим количеством воды, нам не нужно, чтобы глицин полностью растворялся. Требуется всего лишь таблетки размягчить, поэтому такого количества воды будет вполне себе достаточно. Ну и пока таблетки набухают, приготовим другой раствор, щелочной. Для этого я засыпаю гранулы гидроксида натрия в пробирку и заливаю их водой. Через некоторое время активного перемешивания, все это дело прекрасно растворяется, и у нас получается раствор гидроксида натрия, то есть раствор щелочи. Вот тут-то нам и понадобится бромкризоловый пурпурный. Также приготовим раствор этого вещества, залив его необходимым количеством воды. Ну и пока данное вещество растворяется, пару слов, что это вообще такое. Бромкризоловый пурпурный – это индикатор, который в щелочной среде приобретает фиолетовую окраску. Более подробно об индикаторах мы с вами говорили в ролике про чай, поэтому здесь углубляться не будем. А использую я данный индикатор, просто чтобы подтвердить, что у меня действительно раствор щелочи, а не чего-то другого. Однако, как вы можете заметить, с индикатором я переборщил, из-за этого раствор стал ну уж слишком темным. Поэтому я дополнительно разбавил его водой, чтобы окраска еле-еле прослеживалась. Кстати, при таком разбавлении у индикатора проявился очень интересный цвет, пробирка как будто стала темной. Я бы сказал, затонированный. Итак, цвет мы с вами запомнили, а теперь добавляем несколько капель того самого раствора щелочи и смотрим на индикатор. А он в этот момент меняет свою окраску и из практически бесцветного превращается в ярко-синий, я бы даже сказал фиолетовый. А такой цвет у индикатора проявляется именно в растворах щелочей, то есть мы с вами не ошиблись и действительно приготовили раствор щелочи. Тут всё честно. Ну и когда я убирал пробирку с индикатором, заметил один интересный эффект. Если эту пробирку поместить в ранее приготовленный раствор этого же индикатора, только в который мы не добавляли щелочь, можно немножечко поиграться с преломлением света и создать вот такую интересную картину. Выглядит просто прикольно, поэтому я решил вставить это в ролик. Ну ладно, пойдём дальше создавать нашу самую вкусную жидкость. Раствор щелочи мы готовили ровно для того, чтобы добавить его к раствору таблеток, которые приготовили ранее. Но добавляем не очень много, буквально несколько капелек, этого нам вполне хватит на всю реакцию. И как вы видите, при добавлении щелочи ничего не поменялось. Это и не удивительно, реакцию мы ещё не запустили. Так как для неё не хватает ещё третьего ингредиента, который также можно купить в аптеке. Им служит раствор самой обыкновенной глюкозы. И вот этот раствор уже можно не жалеть. Его добавим побольше, примерно столько же по массе, сколько мы ранее добавляли глицина. Но даже это ещё не всё. Теперь в эту смесь нужно забросить кипелки. В моём случае это просто керамические осколки самой обыкновенной кружки. Керамика – это штука пористая, что позволяет на её поверхности образовываться довольно большому количеству пузырьков во время кипения. А это в свою очередь позволяет проводить процесс кипячения более плавно, без резких скачков температуры. А также без бурного выстреливания всего содержимого колбы наружу. Ладненько, с этим разобрались. Теперь остаётся только поджечь спиртовку, ну и как следует прогреть всю ранее приготовленную смесь. И через некоторое время, после начала нагревания, мы можем заметить, как на кипелках появляются маленькие пузырьки. Ну а ещё буквально через минутку, раствор начинает бурлить и очень активно кипеть. Именно с этого момента начинается реакция, которая приводит к образованию самой вкусной жидкости. И как мы видим, цвет раствора в пробирке действительно начинает меняться. Сейчас он стал слегка жёлтым. Но самое интересное, что из пробирки также пошёл запах. Я бы его сравнил с запахом кукурузной лепёшки. Однако он также чем-то напоминает запах свежего белого хлеба. И это первый этап, на котором мы подробно остановимся. Явно запустилась какая-то реакция. Но какая? В раствор мы с вами добавляли три вещества. Воду, глицин и глюкозу. Температура кипения воды при стандартных условиях составляет около 100 градусов по Цельсию. Температура кипения глицина уже гораздо выше, в районе 230 градусов по Цельсию. Ну а температура кипения глюкозы ещё выше, примерно 440 градусов по Цельсию. При нагревании и активном кипячении вода в нашей смеси превращается в водяной пар и активно улетает. Из-за этого температура кипения начинает понемногу расти, так как у других веществ, в отличие от воды, она гораздо выше. И когда температура достигает 110 градусов по Цельсию, начинается первая реакция. В химии она известна как реакция Майера. Иначе её можно описать как реакцию сахароаминной конденсации или реакцию между аминокислотами и сахарами. Но все эти названия всё так же совершенно непонятны. Поэтому обратимся к формулам. Итак, вот это молекула глюкозы, которая представляет из себя моносахарид, то есть простейший углевод, и обладает сладким вкусом. Помните, к реакционной смеси мы добавили немножко щёлочи, буквально несколько капель. Щёлочь помогает запустить реакцию изомеризации, в процессе которой из некоторой части глюкозы образуется другой углевод – фруктоза. Этот процесс известен под очень страшным названием, который я просто выведу на экран. Таким образом, мы с вами понимаем, что в нашем растворе в реальности находятся 4 основных действующих вещества. Это, как мы с вами говорили ранее, глицин, вода и глюкоза, но оказывается, ещё и фруктоза. При этом всём действие того крохотного количества щёлочи, которое мы добавили, на этом не заканчивается. Теперь посмотрим на второе вещество – глицин. Представляет из себя аминокислоту. И обладает двумя функциональными группами – группой амина и группой кислоты. Проблема в том, что они реагируют друг с другом, и из-за этого в растворе глицин существует в виде так называемого биполярного иона. Грубо говоря, внутренней соли, то есть кислотная группа связывается с аминогруппой и получается внутренняя соль. А вот такого нам не нужно, потому что для дальнейшей реакции требуется свободная аминогруппа. И тут как раз на помощь снова приходит щёлочь, которая берёт и связывается с кислотной группой, грубо говоря, вырывая её из связи с амином. Теперь у нас есть свободная аминогруппа, ну и связанная кислотная группа. Она нас, в общем-то, не так интересует. Таким образом, опять же, в реальности в этой смеси мы имеем не в чистом виде глицин, а соль глицина, как раз таки по кислотной группе. И вот теперь мы полностью определились с реальными формулами действующих веществ, ну и соответственно, посмотрим на реакцию. При температуре в 110 градусов, которая установилась в нашей смеси, аминогруппа из соли глицина начинает своё взаимодействие с моносахаридом, то есть с глюкозой или с фруктозой. Именно с этого и начинается реакция сахароаминной конденсации, она же реакция Майера. А точнее, только первая из трёх её стадий, в процессе которой мы получаем эндзамещённый гликозиламин. Он тут же участвует в перегруппировке по амодоре, и в результате образуется аминодезоксикетоза. И если сказанное мной ранее показалось вам сложным, а этот процесс действительно является довольно трудным для понимания, то советую пристегнуть ремни, потому что на данном этапе завершилась только первая стадия реакции Майера, самая простая стадия. На второй стадии начинается развитие этой реакции, в результате которой... И вот на этом моменте завершается вторая стадия реакции. Но не забывайте, что там ещё третья есть. А в процессе третьей стадии реакции, альдемины перегруппировываются в меланоидины, и тимины в этой стадии также начинают перегруппироваться в те же самые меланоидины. К этим же продуктам приводит реакция альдолов и безазотистых полимеров с аминсоединениями, опять же с глицином. И в эти же продукты могут переходить до гидроредуктоны, причём как при взаимодействии с глицином, так и без него. Ну и понятное дело, что я сейчас просто угораю, конечно, для понимания вот этой схемки, по которой идёт реакция Майера, вам нужно как минимум владать высшим химическим образованием. Ну а если серьёзно, эту реакцию можно упростить буквально до пары предложений. У нас есть глицин, есть глюкоза, есть фруктоза. Они начинают между собой взаимодействовать, их продукты разлагаются, потом снова взаимодействуют с исходными веществами, и в результате таких превращений получаются меланоидины. И очень-очень много разных побочных продуктов, которые плавают все в одном бульоне. И с меланоидинами всё просто. Это здоровые полимеры коричневого цвета. Именно поэтому наш раствор и начал менять цвет. Про другие продукты этой реакции мы поговорим чуть-чуть попозже. А пока вернёмся к синтезу, ведь вода продолжает выкипать. А это значит, что температура кипения этой смеси продолжает расти. Факт о химии от репеча. Взгляни на экран. Реакция Майера также может протекать буквально внутри вашего организма. Однако это негативный процесс. Происходить он может из-за того, что в крови накапливается слишком высокое количество сахара. Например, из-за сахарного диабета. Из-за того, что в крови довольно много белков, молекулы сахара могут начать с ними реагировать. И для такой реакции совершенно не нужно нагревание, потому что в крови также большое количество ферментов. То есть биологических веществ, которые будут ускорять данную реакцию. Ну а негативное влияние для организма такой процесс вызывает просто потому, что многие продукты реакции Майера являются токсичными. Конечно же, при том условии, что их буквально внутривенно ввели в ваш организм. Не забудь подписаться, поставить лайк и оставить любой комментарий. Это очень сильно поможет в продвижении канала. Благодарю. Температура кипения этой смеси продолжает расти. И в результате достигает отметки в 160 градусов по Цельсию. И при такой температуре начинается вторая реакция. Карамелизация глюкозы. И на этом моменте тоже начинается целая цепочка из различных химических превращений. В общем виде схему данной реакции можно представить вот на такой картинке. И самое важное, что мы получаем такую условную формулу. Это и есть формула карамели. А помимо карамели, в нашей смеси всё так же плавает огромное количество различных других побочных продуктов данных реакций. А наша бурлящая смесь на этом моменте начинает изменять свой запах. Теперь он чем-то похож на кофе, я бы сказал. Скорее да. На самый обычный быстро растворимый кофе. Однако ещё его можно сравнить с запахом какао или, например, шоколада. Что-то такое тоже есть. И через некоторое время смесь становится совсем тёмной. Практически чёрной. В ней уже очень большое количество миланаидинов, которые образовались в результате реакции Майера. То есть реакции между глицином и глюкозой или фруктозой. Также там содержится большое количество карамели, которая образовалась в результате реакции карамелизации той же глюкозы и фруктозы. И карамель, особенно когда её много, также обладает тёмно-коричневым цветом, как и миланаидины. А запах от нашей смеси стал напоминать запах, я бы сказал, кулича. И да, это не шутка. Запах свежеиспечённого хлеба с некоторыми нотками сладости. Его также можно сравнить с запахом пончика или запахом пирожного, ну или чего-то подобного. Как будто выпечку только-только достали из духовки и сразу протягивают тебе. Я реально минут пять просто сидел, помешивал эту жижу и нюхал её, потому что она невероятно вкусно пахнет. Вот, смотри, я тут сварил. Чем пахнет? Ну, похоже на что-то... на что-то точно сладкое, как будто какая-то то ли выпечка, то ли ещё что-то. Ну, вот именно чем-то сладким. Не знаю, может даже... ну нет, не корица, как будто что-то должно быть с корицей, но оно не с корицей. Ну, нормально. Всё, садись тогда кушать. Но почему же всё-таки так вкусно? А всё дело в образовавшихся побочных продуктах. Большинство из них это небольшие и довольно летучие вещества. Названия у этих веществ тоже довольно замудрённые. Ацетилпирозин, ацетилпиралин, ацетилтетрагидропирин, ну и так далее. Но самое главное, что все эти летучие вещества, вылетая из колбы, попадают прям в наш газоанализатор. Ну, а точнее, в нос. Но это ведь не ответ, почему так вкусно? Да, действительно, не ответ. А дело тут вот в чём. Если вы возьмёте кусок сырого мяса, или, например, сырую картошку, то большинство питательных веществ из этих продуктов вам будет просто недоступно. Аминокислоты, которые нужны для построения тканей нашего организма, в мясе задержатся в огромных полимерах, в белках. Углеводы, которые нужны нашему организму для выработки энергии, внутри картошки тоже не просто так лежат. Они также связаны в огромные молекулы, например, в тот же крахмал. А наш организм как бы не очень сильно хочет париться. Ему сложно переваривать все эти здоровые цепочки крахмалов, белков и тому подобных соединений. Ему хотелось бы, чтобы вовнутрь поступало как можно больше уже готовых веществ для других реакций, чтобы их не нужно было ещё там как-то преобразовывать. А вот как раз при термической обработке продуктов начинается процесс гидролиза, то есть расщепление здоровых полимеров в результате реакции с водой на более мелкие фрагменты, которые нашему организму гораздо проще воспринимать и усваивать. Ну и в процессе огромного количества времени, то есть в процессе эволюции, мозги наших предков поняли одну простую истину. Если человек ест что-то термически обработанное, то ему гораздо проще усваивать вещества из такой пищи. А это значит, что надо поощрять гормонами тех, кто ест что-то как раз таки термически обработанное. Чтобы организм понимал, ага, я пожарил мясо, покушал и мне круто. И мне нравится запах, и мне вкусно, и жизнь замечательна. А если я кушаю что-то сырое, то мне невкусно, мне грустно и вообще это отвратительно. Ну и вот тут как раз мы вспоминаем про наш газоанализатор, то есть про наш нос. Вещества, которые вылетают от приготовленного мяса, жареной картошки, готового хлеба, попадая на рецепторы носа, позволяют мозгу понять, что сейчас будет вкусно, сейчас будет сытно, а значит, пора бы вырабатывать гормон удовольствия, чтобы подстегнуть интерес организма к такой пище. Ну и организм сразу такой, о, как мне хорошо стало, гормончики пошли, ну теперь и покушаем вкусненько. В нашем же эксперименте я просто обманул мозг, потому что приготовил жидкость, которая фактически является совершенно несъедобной, но в которой происходили все те же самые процессы, которые происходят и при жарке мяса, и при выпекании хлеба и так далее. И соответственно, в этой смеси также образовывались все те же самые летучие вещества, которые, попадая ко мне в нос, заставляли мозг вырабатывать гормоны удовольствия и думать, что сейчас организм вкусненько покормит. Поэтому и запах приготовленной жидкости казался мне очень питательным, вкусным, насыщенным. Ну и наконец, почему из моей пробирки пахло какой-то выпечкой, однако здесь я говорю про запах жареного мяса. Дело в том, что помимо глицина, есть огромное количество других аминокислот, а также помимо глюкозы и фруктозы, есть огромное количество других углеводов. И как мы с вами увидели, если смешивать именно глицин с глюкозой, то получается запах выпечки. Однако можно смешать что-нибудь другое, например, аланин и дезоксирибозу, или, например, серин и лактозу. И все такие реакции будут приводить к образованию совершенно других запахов. И это я уж не говорю о том, что происходит в реальной природе, ведь в мясе ни одна и ни две аминокислоты, там их огромное количество. Да и углеводов там также очень большое разнообразие. И представляете, что происходит, когда мы смешиваем большое количество аминокислот, большое количество разных углеводов? Хотя, а что я так спрашиваю? Конечно, представляете, ведь именно это и происходит в процессе термического приготовления пищи. Ну а мне в итоге остается только сказать, что сегодня вы узнали, как создать жидкость самым вкусным запахом в мире. Ну а с тобой на связи был Репич. До скорого! Не забывай, где ты, милый, любимый мой, Близко, далеко, ли, помни меня. Не забывай, в самый солнечный день, ночью, в самый глубокий, Помни меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова